давно не брал я в руки шашку давно к журавка не ходил вот сегодня исправляемся и идем в гости к алексею валерьевичу журавка чья шашка давно наточена и только ждет команды верховного главнокомандующего прыгнуть в седло и скакать освобождать малороссию от того дерьма которая по ней сейчас безнаказанно путешествует разговор у нас пойдет скорее о донбассе и о внешних игроках которые смотрят на него кто-то как на свое родное что надо защитить а кто-то как на лакомый кусочек или будущее выжженную землю зачищена от живущих на ней людей алексей валерьевич приветствую приветствую тебя ну тебе слово объясняй ситуацию с учетом макрон меркель путин с учетом наших бронетехнических всяких вещей которые появились на юго-западной границе после этой встречи и с учетом звонка из пентагона в наш генштаб что происходит понимаешь 7 лет донбасс умывается кровью от рук карателей украину надо всю освобождать от этих деспотов которые на сегодняшний день руководят и гнобят украину а тем более донбасс надо освобождать что произошло в россии лопнуло терпение россия как всегда в лице владимир владимировича путина предупредила фактически о тех угрозах которые могут быть первая угроза это нападение украинских фашистов и карателей на донбасс вторая угроза это потеря украинского оставшись суверенитета как государства и украина расколется и третье что ребята это шаухнется и вам европейцев ну грубо говоря это так да все правильно было сказано владимир владимирович ну естественно америка на сегодняшний день родила этот майдан родила этих фашистов родила всю эту нечисть ну как же а как же мы дальше будем создавать проблемы россии если россия вдруг быстро четко разберется с этим отребием и наведет порядок и принесет мир но нам же уже ни куска не перепадет но и будем говорить не будет такого воинственного государства под названием украины до русофобский проект фактически умрет конечно же не заволновались но хочу сергей тебе одно сказать и зрителям я не верю ни макрон ну не мерки ну во первых мерки недолго тут осталось она фактически выборы везде проиграла ну и где их не там земли или как там они называются не хочу даже в этом разбираться да и давайте хорошо вспомним 2014 год оба до который позвонил владимир владимировичу путину и сказал что все будет хорошо все прекрасно никакой горячей точки не будет будет мирно все и приезд французского лидера потом немецкого представителя польского представителя чем это все закончилось на второй день начал пылать майдан пошла гражданская война фактически потом сожгли одессу курсов шевченковская и так далее и пошел донбасс потом все утверждали в европе и везде утверждали русофобии никакой не будет будет язык русский украинский чем это все закончилось кто пришел украину вот все обещания европы во что превращает ну я не вот поверь мне не знаю сердцем или чем я прочувствовал но у россии терпение лопнул и не предупредили все хватит шутить иначе это для вас закончится горе да вот поэтому по большому счету и начали звонить и не в технике дела которые там пишут показывают что там в ростове делается ли еще где-то куда какие учения перегоняют слушайте сегодня все вся россия и в лице командования уже показали что может произойти на расстоянии и никакие байк тары не помогут никакие там ихние ракеты не помогут какие никакие камеры не помогут которые натошили ничего не поможет теперь то что касается заявления там перемирия крамчука там еще я в это не верю ну они ж не дураки ты посмотри сколько летает разведывательных аппаратов летает над крымом можно сказать над границей над донбассом они тоже не дураки это затягивание времени ой подождите мы еще не готовились понимаешь это всего лишь перегруппирование идет а то что война неизбежно поверьте мне уже так далеко все слишком зашло что только силой можно принести мир я на это не надеял я почему-то думаю и понимаю что и в россии это прекрасно понимают там но приводят исторические факты как сталин тянул до последних но великую отечественную войну и сегодняшнюю войну нельзя равнять это разные вещи да тогда двадцатый век был сегодня двадцать первый век правильно вы все ребят плюс ну пойми правильно сейчас компьютерами воюют можно сказать оболванивать народ ну это гибридная война можно и не стрелять а убить народ как это сделали украину да белоруссию на сегодняшний день обратно как бы там не кичился лукашенко да он хозяйственник молодец вопросов нет умные вещи говорит я нет ни не отрицают но спасла-то его россия давайте честно говорить что мы вот это июли если не россия не разведка россии непонимание с того что происходит ну белоруссию бы уже всмяли в кровавом бабле как я называю как это украина да лукашенко вовремя опорно не знаю будет ли он дальше клювером но это тоже не долго будет мы можем только себя спасти в том случае если мы славянский народ объединимся я бы не делил бы русский мир россия мы только вместе сила это великая отечественная война показал поэтому как бы сказать тебе нельзя расслаблять одно место как ты называешь всегда нужно всегда думать холодно расчетливо и без горячей головы понимать что все равно нападение на нас будет какими это руками тут и не надо думать даже украинскими или натовскими идет война только единственная война идет не с европой а война идет с тем отребием которое сорок которого сорок пятом году не добили понимаешь и мы должны это осознавать а вот гибридной войной оболванили украину что они с этого получат я не знаю я знаю одно что они проиграют что рабы к ним пойдут что как каждый дом постучится беда мало того это беда сегодня стучится в каждый дом типа коронавируса до безработицей хаосом коррупции отсутствием конституции отсутствие на сегодняшний день профессиональных управленцев это что же бьет каждому по затылку и в дом стучится это беда да и это факт поэтому они получают то чего не хотели но виновник этого всего торжества безмолвное молчание вот и все поэтому война неизбежно вот пусть меня кто хочет уговаривать да что ты там накручиваешь не накручиваешь я просто внимательно смотрю и внимательно читаю историю внимательно изучаю военную хронику тех годов как начиналась великая отечественная война внимательно все слушаю каждого эксперта внимательно слушаю и делаю просто вывод понимаешь вот и все алексей валерьевич но теперь тоже можно говорить вот значит такое если хочешь чтоб весь микрорайон узнал какую-то тайну расскажи бабы маши которая сидит на лавочке у подъезда этот секрет будут знать все теперь можно говорить что в ночь с 31 марта на 1 апреля украинская армия должна была выполнить американский приказ и начать широкомасштабное наступление на донецк и луганск и то что произошло это да действительно вот остановило но ты искренне полагаешь что это временная остановка это затишье перед бурей потому что раз желание американцев есть утилизировать украинскую армию значит они этого добьются но а может быть вдруг по-другому вдруг сейчас верховная рада как эта девочка которая написала стасу о том что пора валить из этой страны может они действительно сейчас все поймут запаникуют разбегутся в разные стороны и проснемся мы утром завтрашнего дня а нету ни опу ни верховной рады не правительство украины и даже арсен борисович аваков с гвардейской лентой ходит по киеву с криком за родину за сталина за путина за все 1 апреля никому не верят ну конечно это удалось это сказка сон конечно хотелось бы в это поверить но увы зашло очень все далеко ну давайте будем говорить там одни говорят 30 процентов наций другие 48 процентов хотят войны третье говорят 15 некоторые 10 но пойми правильно нарыв уже созревает и определенное количество людей которые готовы пойти на войну они есть чтоб мы там не делали знаешь не если этих не было ублюдков как я называю в 2014 году но не состоялся бы этот конфликт да не сел бы кто-то в самолет не бомбил бы луганск донбасс не сел бы кто-то в вертолет не начал обстреливать мирный аэропорт поэтому давай будем говорить честно таких дебилов уже на украине очень много и не надо себя успокаивать тешит себя что они побегут слушать ну если президент украины призывает делать партизанскую войну ну слушать это на западной украине еще леса есть и может быть это повторится исторический факт он может повторить есть безбашенные которые пойдут конечно будет меньше я знаю и уверен что наступление на вражеский контингент который присутствует сегодня на украине а я считаю вражеский контингент потому что они убивают собственный народ да днр поверь мне херсон будет с цветами встречать а те партизаны все западную украину побегут да и атошники которые русскоговорящие побегут туда потому что все равно зачистку надо делать как бы не хотели устранять это зло надо да теперь но там где то она будет киев будет с цветами встречать тут и не надо 1 апреля даже выискивать да понятно что с георгиевская лента не будет а ваком встречать он убежит пойми правильно им какие-то гарантии дали не просто так все это происходит возьми ту же самую англию но их не спецслужбы но они не просто так за этим стоят поэтому в данный момент идет война против россии русского мира славянского мира да для чего они уничтожали конституцию украины и суверенитета для чего они в 2014 году убили государство ну не просто так кидывать такие серьезные деньги для того чтобы потом просто сдаться я бы не поверю сдаться может можно только так поднять руки сзади автомат и преступник тюрьму вот это сдаться грубо говоря как это сорок пятом году немцы скидывали свои вот эти свастику флаги перед кремлем и так далее вот это сдаст нам нужна несокрушимая победа второе ну великая отечественная война не забывай кто объединился мы что не видим что практически весь вся европа ополчилась и вкидывает средства против россии америка англосаксоны мы что этого не видим мы что идиотами притворяемся вот тебе и все поэтому я в этот сценарий не верю но спасибо за 1 апреля да алексей варьевич спасибо тебе огромное как говорится 1 апреля никому не верю а леониду макарычу кравчуку все триста шестьдесят пять дней кто поверит тот дурак так что вот это я послала кравчука давайте с 0 часов 1 апреля всеоблемлющее полное перемирие и ни одного выстрела врет старый хитрый ли это мне напоминает котел донбассе но будет теперь котел под куполом верховной рады окружат вежливые люди и скажут выходи фашист сдавайся и будут выходить с поднятыми руками но дай бог это будет не 1 апреля а в какой-то другой день может быть даже в этом а то и в следующем месяце я бы к 9 мая приурочил честно или второму мая спасибо валерич удачи и до встречи и так это был алексей журавка и программа на самом деле а мы на несколько минут вас покинем чтобы вернуться и продолжить до встречи